Сегодня в Архангельске завершился региональный этап всероссийского турнира школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Участие в нем принимали более полутора сотен команд, а тех, кому удалось добраться до финала, расскажет Федор Елисеев. С самого начала игра показала, что обе команды достойны финала. И неудивительно, ведь решалась судьба путевки на этап северо-запада школьной баскетбольной лиги. Борьба шла до последних секунд. Сильнее оказалась команда «Факел» из Архангельска. Серебро у школы номер два из поселка Октябрьский. Мы все играли без замены, и другая команда, и наша. Конечно, все очень устали, но друг друга все поддерживали. Я видела то, что девочки из другой команды тоже друг друга поддерживали. Вот, все молодцы. А вот финал парней смотрелся более предсказуемо. Встретились Коряжма и Архангельск. Ребята из областной столицы показывали высокие скорости, хорошие комбинации, прерывали атаки соперника и, как следствие, одержали уверенную победу. Просто мы очень долго готовились. В прошлом сезоне мы с трудом выиграли, но в этом году мы подготовились и стали намного сильнее. В этом году региональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги собрал 167 команд. Все школы-участницы турнира получили комплекты баскетбольных мячей, а победители и призеры – игровую форму. Тем временем вовсю идет подготовка к этапу СЗФО, который вскоре состоится в Архангельске. Мы умеем делать качественно этот праздник, у нас большой опыт проведения таких мероприятий. Мы каждый год учимся у наших так называемых старших коллег, когда бываем на суперфиналах, видим какие-то интересные вещи подмечаем и хотим воплотить и воплощаем это здесь, у нас, на родине, в Архангельске. Правительство области, поддерживая развитие баскетбола в регионе и помогая в организации крупных соревнований, смогло добиться особого статуса для поморья. В прошлом году нам удалось договориться с руководством лиги о том, что данное мероприятие будет привязано всегда к нашему региону, ну а мы, конечно же, со своей стороны должны показывать высокий уровень подготовки и проведения мероприятия. С этим мы обязательно справимся, тем более, что уже в этот раз, когда соревнования будут проходить с 18 по 19 марта, мы планируем открыть тренировочный манеж, в котором тоже часть игр школьной баскетбольной лиги может пройти. Также по традиции на северо-западный этап организаторы пригласят звезд баскетбола, но кто это будет, пока остается в секрете. Федор Елисеев, Михаил Коряпин. Вести по море.